Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос, даже не вопрос, а просто текст. И первое, на что я хочу указать, это как раз таки на то, что вы не задаете вопрос, то есть вы оставляете психологу, по сути, в необходимости гадать, в необходимости говорить что-то от себя, а не отвечать вам непосредственно на ваш запрос, который у вас есть. Поэтому это первый момент, это признак жертвенного поведения. Дальше, вы пишите, я зашла в тупик, ну тут психологическая игра в тупик, почитайте в интернете, так и напишите психологическая игра в тупик, я плакаю, что найдете информацию, почитается, там будет уже более понятно, о чем идет речь. Я еле выдерживаю своего мужа, ну смотрите, когда-то вы вышли за него замуж, когда-то вы его выбрали в качестве своего мужчины, и суть заключается в том, что после этого уже, после этого уже он перестал замравиться, ну он перестал замравиться. И, ага, мой взгляд, вот, очень важно понять, когда он перестал вам нравиться, что, собственно, произошло. Например, разлюбили ли вы, допустим, его, или обида произошла, или что еще, вот. Но, когда это началось? Вот то, что он вам перестал нравиться. Ведь его привычки, его поведение, я так понимаю, они не менялись особо, они не изменились. И, получается, изменились и изменились вы. Вот эти изменения, и нужно выявить, и найти способы их реализовать, найти способы их, ну, как бы, в конструктивное русло. На правду, да? Дальше, мы женаты 14 лет, пылких чувств изначально не было, с моей стороны точно, а зачем тогда выходили замуж? Если у вас не было пылких чувств, и, судя по всему, это были отношения больше по расчету, чего вы ожидали там? Дело в том, что он не нравится мне, именно, как человек. Характер, привычка взгляд на многое вещи. Так, а зачем вы тогда вместе были изначально? Пока нет повода, конфликтов все идет более-менее гладко, но стоит пойти что-то не так, между нами, как глухая стена. Но глухая стена выникает и из-за вашей ответственности, то есть вы или или эту глухую стену, глухую стену в том числе, раздвигает. И нужно разобрать именно вашу ответственность в появлении этой стены. И, возможно, изменить свое поведение с мылью, вы сможете изменить его поведение. Я устал, от чего? У нас двое детей-школьников, ипотека, мы одни в этой стране, мне некуда уходить, я простой школьный учитель, иногда просто жить не хочется. Вы не чувствуете себя свободны, опять же, судя по всему, потому что то, что вы простой школьный учитель, вас очевидно не устраивает, и вы склонны себя обесценивать. Знаете, нужно разбирать именно ваши чувства к мужу, и ваши отношения к нему, и отношения к вам, с его стороны. Вот, значит, это с одной стороны, вот, и с другой стороны ваш жизненный путь, то есть куда вы двигаетесь, для чего вы рожали детей, почему вы рожали детей, опять же, да, для чего вы загоняли себя в тупик такой, в котором вы оказались сейчас. Все это не случайно. Знаете? И, собственно, главный вопрос, с чего вы хотите от психолога? То есть, пока что я вижу, что вы находитесь в безвыходной, по вашему мнению, ситуации, ну вот, но таковой не существует. Бывают решения, которые не устраивают, но безвыходной ситуации не бывает. К примеру, вы можете просто отстраниться, отдалиться от своего мужа, к примеру, вы можете вообще не вступать в конфликты и жить просто как соседи, при этом устраивать свою личную жизнь, например, с другими мужчинами. Но этого, судя по всему, вы не можете по ряду причин, и вот очень важно понять, по каким причинам вы этого не, ну, вы этого не делаете. Вот, вот и все, в принципе. Я думаю, так. Можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Именно так, на мой взгляд, вам можно ответить. То есть, возьмите ответственность за себя, за свои чувства, возьмите ответственность за свои желания, за то, как вам и ваши желания, например, реализуются. То есть, как, ну, как вы это делаете конкретно. Вот. Мне кажется, что вот подобный анализ, он поможет вам. Вот. Эта работа именно с вашими чувствами, с вашими, с вашими, с вашими желаниями, вот, с вашими потребностями, вот. И так далее. По сути. Ну, по большому счёту. Такая вот история. Я надеюсь, что это было вам полезно. Читайте про психологическую игру «Тупик», вот. Вот. И заботитесь выяснением ответственности, своей ответственности за ссоры и за конфликты, которые между вами возникают. То есть, в чём эти конфликты тоже нужно разбирать. Возможно, это первое, с чего нужно начинать. Вот. Ну, и как развивалось ваше отношение к человеку, да? То есть, он, он, судя по всему, не менялся, а вот менялись вы. Ну, вот. Ну, вот. Примерно так. Вот мне кажется, что во многом проблема заключается в том, что вы зависимые тут. У вас нет своего дела в жизни, у вас нет того, ну, что бы вы сами могли делать. У вас нет перспектив. Так вы говорите, что я простой школьный учитель, ну, так вот. Если вы школьный учитель, то вы в той или иной степени научный, как бы, ну, статус. Ну, он не сотрудник, но вы человек науки, и при желании вы можете стать мыслящим человеком науки. Если озаботитесь вкладом, например, в педагогику и прочее, прочее, прочее. Вот. Либо, если вы продолжите, ну, начнёте развиваться вот в этой сфере, а в сфере преподавания. Т.е. преподавать. Больше преподавать. Качественнее преподавать. Полнее. И так далее. Вот. Опять же, всё в ваших руках находятся. Всё в ваших руках. И вот вы уже будете иметь свою собственную поддержку. Точнее, свою собственную финансовую поддержку безопасности. Главное, чтобы было желание у вас в этом ключе, ну, в этом направлении двигаться. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Понятно, что мой ответ проблемы не решит. Вот. Ну и не один ответ проблемы не решит. Сейчас решит проблему только в сфере консультаций с вами. Вот. За которыми вы можете обратиться к любому из специалистов, которого выберете для работы. Я вам желаю всего самого доброго, если понравился мой ответ. Буду рад, если вы сделаете его лучшим. Удачи. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.